Смотрите, для того, чтобы это сделать, нам нужно взять и обойти наше дерево, построить для каждого узла его код. Давайте сделаем это максимально просто. Да, давайте просто для каждого узла построим соответствующий ему код. Запишем его прямо в него. Да, сойдет. Теперь давайте сделаем в узле процедуру build-коде. Смотрите, процедура будет называться build-коде, у нее будет один параметр, какой код нужно присвоить этому узлу. Он будет присваивать этот код нашему узлу, после чего рекурсивно отпускаться от детей. Смотрите, дети у нас есть не у всех узлов, а только у внутренних узлов. Поэтому давайте перейдем к внутреннему узлу. И здесь тоже напишем процедуру build-коде. Видите, она оверайдит старую процедуру build-коде. Она сначала выпускает такую же процедуру у родителя, то есть заполняет наш код. А после этого запускается рекурсивно от детей. У левого ребенка будет наш код еще плюс символ 0, а у правого ребенка будет наш код плюс символ 1. Итого, вот это выполняется всегда для всех узлов, и для внутренних, и для листьев. А вот это выполняется только для внутренних узлов. Ну, давайте проверим, что все это работает. Так, ну чтобы теперь проверить, что все это работает, давайте что-нибудь выведем. Например, выведем коды у листовых узлов, в которых хранятся как раз наши символы. Для этого сюда давайте тоже проверайдим build-коде, и добавим сюда вывод. Будет выводиться символ и его код. Так, теперь здесь давайте вызовем... Возьмем корень нашего дерева. Корень — это то, что осталось в приоритетной очереди. Давайте его запишем куда-нибудь. Так, и у этого корня запустим метод build-коде от пустой строчки. У корня соответствует код, равный пустой строке. Логично. Давайте поменяем это все местами. И запустим. Вот, смотрите, построились какие-то коды, даже похоже на правду. Давайте сравним это с тем, что... С ответом, который есть в задаче. А тут код 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. У нас получилось совсем такое же, даже как-то скучно. Мог получиться другой код, мог бы, например, c и d поменяться местами. Тут тоже был бы оптимальный код, просто другой. Могли нолики и изнички поменяться местами, действительно. Если мы нолики все заменим на изнички, а изнички на нолики, тоже получится оптимальный код. В нашем случае, видимо, алгоритм точно такой же, как написано у авторов задачи, поэтому код получился ровно точно такой же. Так, ну и осталось совсем немножко, осталось вывести вот эту вот строчку. Давайте этим заменимся. Ну это уже не очень сложно, смотрите. Просто для каждого символа нужно его код куда-нибудь записать. Давайте, например, вот здесь заведем еще один мап, который будет для символа выдавать узел, в котором соответствует этот символ. Чар нодит контент. Так, теперь давайте аккуратно вот это положим. Вот этот вот лиф нодит, как раз то, что нам нужно, да? Давайте вынесем его в переменную. И положим он не только в противную очередь, но еще и в нашу мапу. Чар нодит, спут. Наш символ это entry get key. А значение это как раз то, это вот ноди. Прекрасно. Смотрите, то, что мы дальше делаем с этим узлом, никак не влияет на сам этот узел. То есть у нас если была ссылка на этот узел, она так и осталась правильной. То есть у нас сейчас вот в этой вот мапе лежат узлы, которые соответствуют нашим символам. И после того, как мы вот здесь вот запустили процедуру build код, для того узла, в том числе, построился его код. Давайте теперь выведем закодированную строчку с помощью этого кода. А сначала напишу не очень правильно, а потом объясню, как это делать правильнее. Давайте я напишу string result. Разную пустой строчке. Теперь пробежимся по нашей строчке. Давайте, как мы там это делали. Давайте вот так же напишем. Добавим к ответу ход нашей текущей символа. Для этого нужно взять соответствующий ему узел. Чарнодис.гет.с. И взять его код. Результат очень красивый. В общем, не уходит string. О! Красота. Запускаем. Получаем какую-то строчку. Дай справедливо, что это правда не такая. Так, посмотрим на нашу строчку. Посмотрим на правильную строчку. Похоже на правду. Давайте их куда-нибудь в одно место положим, чтобы было нагляднее. Вот это то, что мы вывели, а вот это правильный ответ. Ну, видимо, они одинаковые, все замечательно.